Опа, работает! Здарова всем еще раз, друзья! У нас с вами суперинтересная встреча происходит. Винстрайк против Team Unique. Это для тех, кто только присоединился. Пока счет 1-1. Матч на выбывание. Третья решающая карта команды, которая проиграет, вылетает из Эпик Лиги. Поэтому максимальная концентрация. Ребятам дали чуть-чуть побольше времени подготовиться, настроиться, собственно, на карту. Ну и, в общем, драфт, как вы слышите, уже стартовали. Поэтому не будем задерживаться. Давайте обсуждать. Давайте смотреть, какие же стратегии подберут на особи команды. И чем порадуют в рамках этой карты. Погнали. Опа. Так. Ну, со спектрой. Винстрайк получилось победить в первой карте. Поэтому решили спектр себе забрать в первой стадии. Закрывающим пиком. Ну, давайте поначалу. Поначалу-то Лина ФП. В ответ Клокверк. Появился Марс. Сразу же спектра. Хорошие распики. Добротные. Честно говоря, вот лично мои впечатления по прошедшим двум картам. Винстрайк мне понравились больше. Ну, вот просто больше. Играли, мне кажется, чуть интереснее. Да. Ну, понятно, что конкретно против Фантомки. Вот такой, да, Фантомки под Эмпауэром. Очень сложно выигрывать. Даже командой, будучи посильнее. Всередус сложно побеждать. Потому что, ну, отчасти это рандом. Отчасти это просто какая-то имба, которую контрить реально трудно. Вот. Поэтому проигрыш у второй карты, конечно же, как факт. Это есть такое от команды Unique. Ну, Unique я бы, конечно, посоветовал собраться получше. Потому что, возможно... Ну, Магнус уже точно не будет. Посмотрите, в первой стадии Винстрайк просто Магнуса убрали. Ну, мол, без Магнуса Фантомка, типа, окей, берите, разберемся. Осталось пять секунд. В общем, у меня вот мои впечатления о том, что по двум картам Винстрайки, мне кажется, чуть-чуть даже фавориты. Хотя вот букмекеры упорно не согласны с этим. Букмекеры упорно делают ставку на Unique. Ну, посмотрим, правы или не правы в конечном итоге. Да, но мне вот просто по моим каким-то личным ощущениям показалось, что как будто бы Винстрайки себя чуть лучше проявили. Согласны, не согласны, друзья, в чат пишите. Я почитываю чатик, конечно же. Смотрю, что вы там пишете, что вы обсуждаете. Очередь сил света запрещать героя. Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Так, что во второй стадии банится? Шторм, Варлок, Фантомка. Так, здесь инвокер. Снэпфайр. Инвокер, инвокер, инвокер. Ну, был проблемой, да, там Пикачу неплохо в общем нюки свои раздавал. Мы это наблюдали как раз таки. А Лакрити под жесткого керри тоже хорошо смотрится. Банят лайфстиллера. Интересно, чем против спектра будут играть. ВД просто позиция пять. Пикая ВД обрекают клокверка на позицию три-четыре, возможно. Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Осталось один. Продолжение следует... 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 Вайпер для меня, как герой против спектры, он логичный. Он, это, знаете, это из разряда автопиков. Типа увидел спектр, все, вайпер. Даже думать не хочу, вот не буду рассуждать о чем-то. Вот просто как контрат. Как, я не знаю, как против Snapfire Никса взять, да, вот тоже контрат. Как против Феникса взять Snapfire. Тоже об этих пиках ты даже не задумываешься, потому что ты знаешь, это прямая контрат. Скорее всего, просто автопикнешь и все. Дальше будешь героев подстраивать. Вайпер для меня тоже самое против спектры. Вот просто героя берешь, все, не паришься. Как-то в драке там разберемся, кинем тучу, лужицу, точнее, на спектру. Пассивки отключим, будем убивать. Вот по игре вайпер такой герой, которым нужно понимать, что делать. Не просто так встал и выиграл линию, а еще какие-то шмотки собирать надо, да еще и в драке не потеряться. Ну, допустим, окей, вайпер есть. Значит, Лина Марс, скорее всего, у нас будет позиция двух оффлейнеров, да, Фантомка, Керри. Неужели пятерку на ластпик оставят? Или как-то Лина пятерка, вайпер четверка. Ну, пока я вижу вайпера мид, я, ну, ластпик, ластпик пять, позиция пять для Фантомки, наверное, не знаю. Мидеров юники перебирают, убирают пугну или шака, да. Вот, кстати, еще один небольшой плюсик в сторону винстрайк, что они хотя бы эту вайпера сейчас закрыть могут своим героям в центре, который против вайпера хорошо отстоит. Есть несколько вариантов, есть Рейзер, Кунка неплохой герой против вайпера. Кто прям еще так успешно может стоять? Ну, очень-очень-очень уверенная и сильная темпларка может. Она там на линии сразу не стоит, она через лес, но она потом по итогу оказывается намного сильнее вайпера. Но это должна быть темпларка, которая прям супер уверенная в себе. Кунка, Рейзер, кто еще? Снайпер? Ну, против Фантомки не очень хочется, да? Да, да, реально пятерку взяли на ластпик, себе. Для того, чтобы на нижней линии как-то останавливать Клокверка и Блэдсикера, потому что те будут явно играть с позиции силы, атаковать, пытаться комбинировать Клокверка и Блэдрайт. Клокверка и Блэдрайт И Фурион ластпиком от Винстрайка. Тавер демедж, активная дота, причем с мида, это тот герой, который против вайпер отстоит, да, в том числе Фурион. Окей. Я просто не был уверен в том, что Рейбл, допустим, на Фурионе прям часто катает в миде, справится против вайпер. Но, опять-таки, это хорошие, опытные фурионы против вайпер отстоят нормально. Так, ну что, сумма на пять рабочие драфты. Я вижу, что одни и другие друг друга пытаются контрить. Вот, ну, Фантомка выиграла у команды Юник, да, вторую карту. Спектра выиграла первую карту у команды Винстрайк. Берут явно лучшее, берут то, что реально сработало. Ну, а нам остается только пожелать удачи двум этим коллективам. Конечно же, безусловно, не захочется, я думаю, терять ни ту, ни другую команду. Но придется, условия групповой стадии, эти квалификации такие, что не все пройдут следующий этап. Не надо было проигрывать первые матчи. Вот, что я могу сказать. Не надо было сливать первые матчи, а то и те, и другие 0-2 отъехали. И приходится вот между собой теперь барахтаться, бороться. 1-1. Третий решающий, друзья. Проиграл, вылетел, все очень просто. И для той, и для другой команды, конечно, это будет провалом, не пройти в следующий этап. Но, что поделать. Смотрим, 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 смотрим. Я бы сказал, что в этот раз фантомка без бафов, наверное, будет иметь по темпу чуть меньше. Наверное, ей будет чуть тяжелее раскрыться, да, и быть тем самым неубиваемым персонажем. Получше ли героя против фантомки? Давайте подумаем. Вот в прошлый раз это был какой-то Марс, Пугна. Пугна против фантомки был хороший персонаж. Здесь Фурион. Вопрос, какого рода Фурион будет, да? С МИДа, конечно, это хочется быстрый Сайленск минуте 12 вынести себе. Что еще хочется? Хочется Керасу купить на таком Фурионе против фантомки, добавить брони себе и тиммейтам. БКБ хочется взять обязательно. Короче, хочется прям плотно на Фурионе, конечно, отыграть. Справится ли Рейбл? Вопрос, ответ на который мы с вами будем получать уже непосредственно в процессе, друзья, игры. Приготовьтесь к битве. Погнали. Ямич. Клокерк с сапогом и жом. Тукалец пятерка будет. Ямич у нас четверка, соответственно. Красив Чайл на спектре. Блэдмейл здесь, я думаю, обязательные условия. Это не та игра, где нужно экспериментировать и брать какие-то другие артефакты. Особенно первыми слотами. Блэдмейл против Лины хорошо. Против Вайпера хорошо. Тут против всего хорошо. На ранних этапах поможет. Поможет. Активность будет создавать Блэдсикер, естественно, с Фурионом. Да, где-то Рапчу накинули, Блэдрайт, Фурион прилетел, закрыл. Там недобитые герои сразу. Хаунд. Хаунд очень сильно здесь будет Лине четверки мешать, потому что одним из первых именно Лина будет умирать героя. Потом Ондайн, конечно, будет убивать. Вайпер тоже, конечно, фармить нужно много здесь. В один момент ты будешь реально очень сильным, потому что твой Вайпер Страйк, твой Незер Токсин будет ощущаться. Но потом Спектр преодолеет какую-то моральную отметку по артефактам, по капу здоровья и просто будет в тебя вот райт-кликом впиваться и будет ей все равно на вайпер Страйке, на лужи какие-то, он тебя просто убьет. Ну-ка, хороший Сентрик. А это Вард. Тупс Вард. Вард на Вард, причем, не знаю, могли ли спалить Вин Страйк, чтобы Вард был здесь поставлен. Интересное противостояние 3 в 3 здесь. Вообще, у Клоксерка с батарейками тут есть перспективы. Опа, Ван Скорф. Да, вот об этих перспективах и речь. Так, Иван Скорф, Дикей по-двоим уже неплохо. Это грамотное копьет ПЗЗ. Так, он получил пока очень грамотные каски. Вкачал очень неграмотный гос-ребюк. Так, а теперь ПЗЗ. Станлин из-за доджа для всей. Ямич батарейки через 6 бодиблок. Ой, опережает, опережает Ямич. Он же на сапоге. Какой, извините меня, провал команды Юник на старте сейчас может быть. И батареечки КД прошло. И можно еще и руны собрать сейчас. О, 4 баунти руны, 2 фрага. А что, Юник, произошло? А непонятно. Если еще и команда Вин Страйк видели, как этот Вард был проставлен, то это вообще 10 из 10 начало. Я даже не знаю, я давно не помню, чтобы так классно могла стартовать команда. Ну реально, ну а что может быть лучше? ФБ. Два убийства, один из которых забирает Спектра. 4 баунти руны. Ты просто приходишь на линию, а у вас общекомандного 1000 преимуществ. Тысяча. Ну, такой, ладно, хорошо. Будем учитывать, что, скорее всего, это была фора от команды Юник. Ну, они фавориты в рамках данного матча были, да? Они выиграли предыдущую карту. Вот они дали сейчас фору молодым Мин Страйк. Ну и сейчас будут показывать, как надо тот укатать. Я надеюсь, потому что иначе, конечно, можно по нисходящей в этой карте просто падать вниз. И порой бывает, смотришь, игра, которая закончилась на графике, а там просто падение одной из команд по экономике с нулевой. Без камбэков, безвозвратно. Вполне такой может быть сценарий. Фурион должен против Вайпера просто стоять. Для этого у меня только есть один единственный и очень важный аргумент. Потому что ты пикал Фуриона, зная, что будет Вайпер в центре. У тебя нет ни единого аргумента, чтобы эту линию проигать. Вот ни единого аргумента. Вообще ничего не работает. Ты выбирал героя себя против Вайпера. Все? Показывай. Почему? Показывай. Обосновывай. Пока стоит хорошо. 7 на 4. Вайпера 5 на 1. Крипстат у Рейбла все замечательно. Берет себе перчатку. Да, быстрый Саленс. Смидом Фурион в минуте 12-13 Саленс должен обармивать. Обычно к этой минуте артефакт появится. Появляется у грамотных Фурионов. Ждать примерно такого тайминга. Клокверк у нас там бегал. Пачку крипа выводил. Второй уровень себе взял. Фогос здесь не мешает Фантомке. Потому что линия прям по таверам у Найнтина. Как-то я меч под смоком еще пробежал. С кого-то видимо хотел сцепить. Не вышло. Ну и ставится пауза. Какая-то я мечтаю. Какая-то я мечтаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Лин на четверке очень сильный персонаж Стан пассивка и начинаешь просто бить А, даже DragonSlave иллюжен не качает И так нормально Ямич перетягивается Опять нашел руну Ну почему-то целью для него Не является лин А, ну на БЗЗ нападает Опа, вот как выскочил, его отзонили Приходит Ребл Спруты Такой наход был за телепорт Ой Некультурно получилось Ямич Ямич не доиграл Доиграл ямич, очевидно Ничего не сделал с руной невидимости В итоге ни на одного, ни на второго не напал Фурион прилетел, получается, просто так Ни одного фрага не сделали Спокойно просто Мара сделал телепорт И ушел На сноубольца не получилось Ну и баунти руну лишнюю забирали Именно, ребята, из уник Так, ну тут два саппорта С вайпером разобраться Ну хотя бы кое-каке-то Отменяется Неужели буду драться Отменил телепорт Лина сейчас там зарядит Ультимейт Фуриона Вайпер должен погибать Размены Дукалиса Ямич Выживет здесь Интересное решение Да, вовремя произошел Прошел кол от Фуриона Типа, ребят, я шестой Значит, могу помочь ультимейтам Помог ультимейтам Вайперы они осилили Размен Мич Доктора Хороший размен Ну и сразу Рейбл Под катапульту будет пушить Курьер сил тьмы был убит Центральную башню сил тьмы атакуют Так, по надворцу смотрим Да, вот и как-то у фокуса Действительно мало денег Ямич запутался Ямич застрял Ямич Фокус прогрязает ему проход Ну, вайпер потянул Ставится Том Стоун Бладрайт на отходе Ямич Нужна ТП-шка АКД, ТП Вайпер еще к коге ударился Он скочится убьет еще и фокус И ямич убьет Что-то потерялся здесь ямич Ямич пока на этой карте Себя не очень находит Не тот ког пробил Забавная ситуация Да, и быстрый Сайленс Рэбл делает Пока 3-300 надворцу Вайпер 2-600 То есть линию он центральную Хорошо отстоял По керри позиции мы видим Что равенство идет по надворцу Там разница буквально в сотню голды Но вот по оффлейнерам Чувствуется превосходство, конечно, БЗЗ У него 2-900 у ДК фокуса 2-100 только На Грессив Чарда будут нападать Стан точный Где бегает Миталис? Миталис, подойди Ультимейт Фуриона Перехватывает Фантом Как-то очень интересно Найтин слишком далеко зашел Как разыграет этот момент Прыгает на фура Есть спруты Спруты ставятся под Бладрайт Ванскор подтягивается Проедается проход Сайленс сработал Но урона не хватает Очередная перетяжка от Фуриона Очередная неудачная перетяжка Ультимейт потратил И сам пришел Не получается как-то Да, вот не хватает Ну то ли, может быть Герои на линиях Не такие хорошие Для того, чтобы делать фраги Хотя, с другой стороны Ну что Есть чем сбивать ТП Вот контроль Есть Коги, батарейки Там, с другой стороны У Вич-Доктора Каски имеются Ну неужели этого Недостаточно для того Чтобы фрагировать Но за Сноубольц Реально не получается Рона Полезная Пикачу забирает Всего бутылку Ну пока равенство Ямич еще один смог Второй смог От него наблюдаем За 9 минут Ну что, опять выход вниз Это ганг Плюс Фурион Опять же прилетит Все, смог Закончился Лина спалила Замедление Спектрол даггера И на этом ганг Остановлен Более того Сейчас еще Общие ямичи убьют Мне коги поставил Нормально Ну как-то Как-то ямичи Совсем игра не пошла Тут бегает Бегает Общинать себя Не может Не получается реализовать Не получается Именно за Сноубольц Играта в целом Идет на равных Мы видим это По экономике Ну вот Сделать несколько Лишних убийств Быстро запушить Вышку Этого вообще нет Даун Спектр на топ Мажет даггером Телепорт Просто ходит Фантомка Еще один Успешный ганг От команды Винстрайк Обливиан Став Первый Купил себе Рейбл Каски Надо здесь бы Задь не осталось Но здесь может быть Получится Кстати Копьем мимо Подмаледикт Должны забирать На ТП Лина Лина не шестая Скорее всего Четвертая только Рассказ Тойоты Тоже умирать Лишен Вот это зря Там буду Ресторейшн По всем Апфил идет Он должен погибнуть Став Еще один успел Прописать Ну если фраг Марса Можно обосновать Тем что действительно Просто задайвили Ребята там Вражеская команда Пошла в жесткую Агрессию То обосновать Перемещение Лины И смерть Вообще ничем нельзя Она потратила Телепорт У нее был четвертый уровень Никаких перспектив Разменяться здесь не было Просто подарил Еще одно убийство Как бонус Знаете Один плюс один Убиваешь одного героя Второй идет в подарок Такой бонус Такую акцию Сейчас поймали Винстрайк Так Ямич ракетками Стаки делает А ну-ка Ага Спаун заблочен Ну кстати Это прям хорошая инфа Если Ямич уверен в себе Если он Вот после этого Неудачного стака Решит что Ну типа я Запейлил Скорее всего Неудачный тайминг Дал ракетку Вот Что конечно же Варта не обнаружит Если он уверен в себе Если он будет говорить Что я точно хорошо Застакал Стак не появился То это Варта не найдет Интересно проверит Или не проверит Перетяжка вниз Команды Юник Будут пушить вышку Там у нас ВЗЗ Снова нашли Пригвоздил Прям в упор Дерево Стоящему Спрутые Возвесть Возможность Прогрыть себе Проход В итоге Тавр снизу Будет уничтожен Наверное В ответ Который Тавр Сами Винстрайк Должны сломать У них все таки Фурион И третье Не знаю Да Сломали Снизу Не защитить Конечно Или защитить Да конечно тоже Тавр дэм Что-то Юник Просто хоть Отбавляй Все герои Прям как на подбор Вышку Пушить Вайпер Лина Фантомка Ух Пушеры собрались Ну ладно Под катапульту Конечно Справляются Любым киком Поэтому Все получилось Да В 12 минуте Появляется Хороший тайминг Саленс У Фуриона Даже несмотря на то Что у Рэббла Там всего один ассист Хотя опять таки С Фурионом Мидом Конечно Ну я видел Очень много матчей Где это там К 11 минуте Типа 3-0-2 Когда что-нибудь такое Да Где Фурион Прилетает Реально Ассист Фраг Спушил Ассист Фраг Спушил Что-нибудь подобное Надо еще подметить Что ребята Из Винстрайк Лишнюю вышку На топе спушили Агрессивный вард Ставит ванскор Получает за это рапчур Просто бежит Ну тут беги Не беги Все равно умрешь Блейдмелл готов успех Теперь дальше мы знаем Манта стайл было Так Беза зайдет Есть арена Кстати Контролится руна Руна регенерации Каски Таун Неужели будут траться Копьем Принял в себя Кстати ямич Ну и вайперы Просто пошли Убили Беза арена Даже ставить не стал Спруты Проесть проход Пинками сами Возвобождают Проход БЗЗ Бладрайт неточный Удары в спину 170 здоровья Живых остается Ямич по-моему Глубоковато Сейчас тебе расскажу Что так вот Играть нельзя Или не расскажут Слушайте спуты Опять топорик Ух Рэбл думает Топорики эти Придумали тоже Мне моду Топорики О стаки Нашли Стаки Забираем Да видно Что пока Винстрайка проще Играть Ванскор пришел Ванскор Я бы что-то Коги ставить не стал Поставил прямо Фантомку Крит А критовать будем? Нет? Будем Там теряем Спектру потеряли Фогас здесь тоже Задержался У Фогаса нет Телепорта Он тоже убьет Залезли глубоко Залезли глубоко Да вот Вражеские там Фарм Пытались забрать Не получилось Ничего Нантину Оставляют Н Чтобы Нантину Сейчас Н Чтобы Купят Даже 15 минут Хорош Тайминг Будет Боя Всегда Для 15 И снова Только 1000 Проход по центру Был хороший До последнего момента Пока они там Не задержались И не погибли Не отдали Спектру Чуть-чуть Один Вайпер Что же придумал Себе Вайпер Отворс 5100 Держится как Вражеский керри Понятно что Фуриона Проигрывает Много Полторы тысячи Ну там особо У него перспектив Выиграть Эту линию Не было И Атос Атос Первым артефактом Нормально Тебе нужно Под лужу Задержать соперника На месте Атос Позволяет Это сделать Правильно Подмечали Еще и в чате Что помимо Того что он Спектры Пассивки Отрубает Еще и Бладсикеру Тоже Хотя Не могу себе Вообще представить Ситуацию При которой В одной луже Будет стоять И Спектра И Бладсикер По-моему Это настолько Герои Которые не взаимодействуют Друг с другом Которым вообще Вот вместе Стоять не надо И Ну скорее всего Просто у-то одного Да Я думаю что Спектра Бладсикер Бладсикер Такой Такая идея Да Скин Ледик Десвард Майнтин Понимает что умрет Поэтому разворачивает Добить ВД ВД добивает Сам умрет Ямечка Копьем Варен Два саппорта Умерли За фантомку Наверное Это благородная Смерть Все таки Но мне так кажется По численному Перевесу Конечно Юник Выиграли Получается Да Но вот По качественному Так И поймали здесь ПКП еще нет Фурион Пытается сделать Телепорт Стан Лины Точно Декафога Лагуна Плейд Просто засунула Здесь Лина Чтобы не церемониться С Фурионом Хорошее убийство Но теперь суммарно 1 в 3 Со смертью Фуриона Конечно Юники Выиграли 15 минут Нужно контролить Руны У спектра Была возможность На фантомку На хаунте Прилететь И здесь За Фуриона Подраться Ни туда Ни сюда Спектр Прыгать не стало Силы света Укрепили Свои сооружения Ну и БКБ То Фуриона Очевидно БКБ Должна появиться Раньше Чем у Вайпера Билд нам был понятен И в момент пика Да Фуриона Мы говорили с вами О том Что быстрый Саллинг 12 Дальше БКБ Мы говорили О том Что Керасу В этой игре Надо будет купить А Кераса Это уже Несколько заглядываю На будущее Ты видишь фантомку Видишь у нее БФ Экстраполируешь Всю эту ситуацию Понимаешь Что фантомка Будет раздавать Свист ДПС Очень много В ближайшем лейте Поэтому пораньше Купить Керасу Вообще не ошибка В файтах Всегда пригодится С руки может бить Лина с руки Может бить Под пассивкой Так Перехватили На это раз Саллинг Ничего не нажать Легкий минус Легкий перехват Медаль Он делает Блотикер После Вейло Команду не грейдит Ни пайпом Ни Ни лотусом Каким-то Медалька В будущем Соллар На спектру Забав Своего Персонажа Первой позицией Плюс все-таки Медалька Открывает Возможности Добить Рошана Потому что С Рошаном Довольно долго Винстрайке Будут таким драфтом Воевать Медаль Или Соллар Допустим Отчасти решит Эту проблему Собираются вместе Юник В центре Кажется Фогас Может пострадать Атосом Начинают Блодрайт Хороший Каски летят Гейтвайпер Страйк Фогас Саленс попал Марс Марс Арену Не ставит Блинк Сбивается Что-то я даже Не уверен Что на самом деле Они сейчас Убьют Блодсикеры Вообще Хаунд Я вижу Хаунд Поставить Сейчас Попробовать Выиграть Драку Вот Фуриона У него какая Дилемма Сейчас Смотрите У него ситуация Драка В центре Которая неплохо Команды Винстрайк Пока принимается Его тиммейтами Она возле Тир-1 вышки И вот у него Дилемма Либо я прямо Сейчас Прилетаю Терусь Без БКБ Или все-таки Я плюю на эту Драку Мы там Отдаем Один Два Три Персонажа Но я все-таки Куплю себе БКБ И не умру Не хватает Совсем чуть-чуть Тайминг Не идеальный Сотня голды Добить Буквально Сейчас Этот спаун Слетать На базу Допустим Через Обычный Телепорт Через свиток Купить БКБ И через Телепортейшн Драку Но летом Надо чтобы Драка Спектр Спектр Готово Запас Маны Неполный Тоже Конечно Ситуация При которой Хотелось бы Драку С Яшей Прийти Но Яшу Нужно Спигать На базу Потому что Они оба Просто Сейчас Телепорт На базу Оба Закупятся Один БКБ Второй Яшу Один На телепортейшн Другой На хаунте Просто В бой Пойдут Сейчас еще Фантомка Прынет Фантомку Нельзя исключать Из уравнения Фантомка Так Что-то у нас там Со флаггером Команды Unique БЗЗ Стало быть Может быть Кстати Из-за этого Пошел вперед Не нажав Ничего Оказался Под Сайленсом Из-за того Что залагало Не знаю БЗ Эти проблемы Надо фиксить Ведь Побеждают Только те Кто выходят За рамки Нормального Зачем Сидеть На обычной Скорости Когда есть Ненормально Быстрый Интернет От мегафона Выбери Свой тариф И смотри Стримы На ненормальной Скорости Вместе Самым быстрым Партнером Эпик Лиги БЗЗ Интернет Должен быть Хорошим Что это За дропы Еще Прямо Самый разгар Файта Взрождение Файта Интернет Конечно Потому что Не мегафон Очевидно Смерть Смерть От моих рук Это честь Что же делать Смерть От моих рук Это честь Негодяй Негодяй Я бы сказал Потому что Будет Еще Одна Встреча Еще Один Матч Который Обязательно С вами Посмотрим Это Противостояние Empire Команд Bait Но тоже Та же Самая Ситуация Только Группа Поменялась Сейчас Мы Смотрим Группу C Там Будет Группа D И Тоже Матч На Вылет Обновленный Состав Имперцев Против Bait Которых Сами Знаете Ситуация В каждом Турнире Довольно Тяжело Складывается Первые Матчи Ребята Тоже Провалили Свои Причем Empire Провели Матч Чуть Лучше Потому что Они у Немиги Смогли Карту Отжать Bait У Yellow Submarine Карту Отжать Не Могли Хотя Я вспоминаю Этот Матч Но Последствия Игру Все равно Проиграли Хорошо Сидим Ну Ну Пока Пауза Друзья Можно Конечно Почитать Интересные Новости Которые Происходят Сейчас Вокруг СНГ Доты Да Я думаю Анонс Virtus.pro Пойдите Почитайте Что там Организация Представила Обновленные Составы И так Далее Надо Что-то Делать Правильно Вот и Изучаем Да Друзья Кстати Пользуясь Случаем В твиттере Собачка Адекват ТВ Находим Сдаем Вопросики Подписываемся Обязательно Телеги Тоже Конечно Адекват Логово Т. Ми Слэш Адекват По-моему Вот Подписываемся А что еще делать В паузе Будем Общаться Адекват Спрашиваю Чати Ребята Из Юник Это Те парни Из Позитив Гайз Да Вроде Как Нет Ребята Из Юник Это Те Самые Парни Ребята Из Юник Не знаю По-моему Ванскор Вечно Под этим Тегом Играет Сколько Я Последнее Время Помню Ванскор Все Время Здесь Вместе С Безезе И с Нинтином Давно Уже Под этим Тегом Гоняют Ну Были Там Джентльменами Были Форзами Но Все Время Вместе Периодически Приходят Какие-то Игроки Потом Их Забирают Постоянно Куда-то Какие-то Другие Составы Был Ларинов Только Нашли Ларинов Все Забрали Был Гибкий Гибкого Сперва Забрали Потом Ушел Был Пио Сперва Забрали Потом Ушел Ну И как Тут Играют Нинтин Без Заван Скор Вместе У них Меняется Первая Позиция И Четвертая Периодически Я читаю Четвертая Конечно 22 Рухап 2 На Твиче 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 У меня даже кот уже начинает кусаться, недоволен тем, что я замолчал. Он больше привык просто под мой какой-то бубнёж засыпать, валяться рядышком. А тут я, хоп, внезапно замолкнул, проснулся, что происходит, кусаться начал. Так, ну говорят, что заходят, друзья, я не знаю. Дополнительной информации у меня нет, если вы от меня что-то ждёте. Я не влияю на скорость захода, возвращения базы в эту игру. В этой ситуации я, как и вы, друзья, мы с этим и ждём. Не, ну можно, конечно, на какую-то паузу идти. Не хочу выходить на паузу. Мне нормально, я сижу, вот читаю чатик. Мне прям комфортно. Ну всегда, если что, можно успеть куда-нибудь передислоцироваться. Например, в компьютерный клуб, да, доиграть игру. Пока есть пауза. Если там, безза, реально дома проблемы какие-то с интернетом. Делать это, конечно, лучше посредством HVL. Эксклюзивный автомобильный партнёр трансляции Epic League. В мире киберспорта ведёт игру на максималках. Поэтому быстро доберётся до компьютерного клуба или другого места, где есть компьютер с интернетом от Мегафон, чтобы не было проблем с соединением, естественно. Как день прошёл? Да я нормально. Я ночью, кто сидел, кому было недосна, слышал, наверное, о Америке работал. Поэтому я проснулся практически прям перед эфиром. То есть прям у меня не было возможности даже посмотреть, какая сегодня погода. Поэтому день у меня прошёл во снах. Зато я сейчас максимально бодрый. Я прям вот, прям дот хочу посмотреть. Прям вот такой ух-ух. АБЗ потух. Видите, и всё. И нет доты. Сколько времени даётся? Ну, говорят, что есть 15 минут на паузу. Это вот та информация, которую я могу озвучить. И что называется проверенных источников. 15 минут на паузу. Сколько уже паузы, не знаю, отчёт не брал. Я думаю, что этим там как раз админы больше занимаются сейчас. Таймеры запускают там на телефонах. И подгоняют, ребят. Я, конечно, я против всегда того, чтобы какие-то технические неполадки вмешивались, в общем, в исход карты. Всегда против. Мне это, безусловно, не нравится. Как киберспортивному комментатору, конечно, хочется, чтобы команда, которая выигрывала, выигрывала на одинаковых условиях. Они там, допустим, заканчивали 5 на 4, да, или один игрок играет там с пингом в 200. Вот чтобы без такого было. Поэтому я за то, чтобы, конечно, там, подождать и больше, возможно, когда, чтобы завернулся. За то, чтобы игра продолжилась 5-5. Потому что реально интересная встреча. Что самое главное, ещё и карты решающие, да, что добавляет немножечко интриги. Вот. Но тут, что называется, есть правила. Правила едины для всех. Поэтому будем скорее ждать. Решение, конечно, админов. У нас был момент в Америке, где тоже игрок вылетел. Всю стандартную свою паузу команда использовала. Но это были, по-моему, два перуанских состава. И они настолько, ну, вы знаете, да, перуанская дота. Они настолько веселые. Они друг друга знают. Они друг друга вместе играли. Они там общались, рофлили в чате. Весь чат там был просто завален, пока пауза висела. Они свою паузу отдали. Они потом в десятером упрашивали... В девятером, получается, упрашивали админа, чтобы админ ещё откуда-нибудь паузу взял чью-нибудь. То есть они максимально позитивно ребята сидели. Мне было бы тогда, кстати, тоже весело, если бы я понимал, чем они пишут. Потому что пока кроме китайского ничего не изучил в паузе. Вот. Ну, здесь вот уже говорят о том, что можно отжимать. Дукалис говорит, ещё две минуты. OneScore понял, что тут ловить ячего вышел просто из игры. Майнтин поблагодарил за две дополнительные минуты. Но тут как бы без вопросов. Понятно, что в минстрайке вот молодец Дукалис. В этом плане за фэрплей тоже красавчик. Узнаёт, интересуется. Может быть, реально есть смысл подождать ещё чуть-чуть. Больше, чем две минуты. Но, друзья, если уж всё-таки мы сейчас говорим о том, что BZZ не возвращается. Игра продолжается 4 в 5. То, скорее всего, мы говорим о том, что... Команда Winstrike сейчас будет доминировать. Пока Марс не вернётся. Пишу, что в сети. Пишу, что в сети. Ну, ещё чутка времени. Нормально, нормально. Говорят, что вот-вот-вот и скоро всё получится. Можно шахмат сыграть, пока пауза. А ты думаешь, чем я занимаюсь? Я тоже как бы пытаюсь в свободное время чем-то занять. Надо было, наверное, всё-таки на паузу уйти. Но никогда не знаешь просто, насколько эти паузы... Самая большая проблема паузы в том, что эти паузы, они просто максимально не нормированы. Ты никогда не знаешь, какое количество времени ты в этой паузе будешь сидеть. Спасибо. 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 Что-то уже пошёл. Ямочка же душит. На клокверке. И в игре душит, и в паузе душит. Смотрите, просто секунды отчитывает там. Вон скоро там ещё минутки, ещё минутки выбивает. Ну так, уже абуз небольшой пошёл от команды Unique. По минутке, по минутке. Вот уже заходит, вот уже написал, вот уже всё. Да, вот раньше, кстати говоря, такие аргументы, они работали, ну потому что люди знали. Компы слабенькие, там Дота прогружается 3 часа. А вот ещё как раз на этапе, когда Дота там вторая уже вышла, да, компы ещё... Об этом идём уже по почте. Драка, друзья. В этом остановились, как он пошёл. Ну да, тут ничего не сделал. БЗ погибает, пытается уйти вайпер, вайпер телепорт. Тут, наверное, самая грамотная реакция, которая только могла быть от команды Unique. Это просто развернуться и уйти, не драться. Потому что реально БЗ в этой драке ничего сделать не смог. Я напоминаю, друзья, что у нас просто третья решающая карта. 17 минут игрового времени позади. Суммарного времени мы уже, наверное, час на эту карту потратили. И мы всё ещё не можем выявить, собственно, ту команду, которая покинет этот турнир. И коллектив, который продолжит свою борьбу дальше. Пока 2000 за коллективом WinStrike. Напомню, что мы остановились на том, что Рейбл должен был купить БКБ. БКБ у него приобретено. Кстати, не торопится приобретать Кирасу. Вот в вопросе о том, что делать. Защищаться от Фантомки или убивать Фантомку. Он выбрал второй вариант. Он не покупает Ассал Кирасу. Он будет покупать Амаки Кингвар. То есть добавлять себе TrueStrike. Ну, видимо, пока решил, что выживаемости хватает. Возможно, это верное решение. Посмотрим. Там же где-то Яша должна быть у Спектра. Есть Яша. Хаунд тратили. Да, поэтому, конечно, полноценного тимфайта, наверное, сейчас не дать. Появился Марс. Бегают. Ну, файты ищут. WinStrike ищут файта. Неужели без Спектра удастся хорошо подраться? Занимают, конечно, хайграунд. Сейчас здесь пеньки дают вижен. Ставится сцентрик, ставится вард, готовится площадка под какой-то файл. Но я не знаю, правда, без хаунта, как быстро Спектра сможет потянуться к своей команде. Так уж большой вопрос, да? То есть нужно будет телепод, куда она тир-1, потом аспект в алдагере, куда-то не стыд. Не идут. Ага, идут. На интим дошли. Куда идти? Некуда блинкануться. Саленс моментальный минус. Еще один момент, где драться не стоит. Без фантомки сейчас стоит отступить. Вот как-то уверены были ребята из Винстрайк, что получится, да, поймать героя. Верили, что здесь они найдут драку какую-то успешную. И нашли ведь не драку, а просто керри вражеского. Удобно получилось. Фантомки сбивают тайминг на покупку дизолятора. Сносят вышку. Можно на тир-2, кстати, пойти, вполне уверенно. К появлению в фантомке появится уже хаун. То есть готов будет еще один файт следом принимать. Ну и сейчас вот так вот Юник, допустив ошибку в центре. Ну окей, там спишем на технического рода неполадки. Но вот сейчас удача Нантина. Это уже макро-ошибка от коллектива Юник. Проглядели. Возможные забеги и заскоки соперника. Ставят центрик. Нашли опсвард. Лишают вижена соперника. ВСЗ. Юл хочет выформить себя. Конечно, в этой игре и БКБ хочется приобрести. И снова идут под свой же установленный ранее вард. Где стоит. Ван Скорп поставил Том Стоун, чтобы никто не врывался на диварнике. Арена. Зажали Кокверка. Наверное, не спасти. Легкий минус. Том Стоун все испортил. Вот я думаю, Кокверк уже хотел ваннайго влететь. Но увидел Том Стоун и вот лететь туда под этих зомби вообще не хотелось. Никакого желания не было. Поэтому Кокверк просто умер. Наверное, отчасти повезло, что не поставился еще Вич Томппер следом. Арена могла быть чуть-чуть поглубже. Так, а вот здесь интересно. Агрессив Чайлд. Остается на нижней линии. И БЗ дает инфу. Подтянут героев. Сейчас варда нет. Какое количество персонажей смещается, пока Агрессив Чайлд не знает. Уверенно стоит. Видимо, понимая, что тиммейты могут быстро перетянуться и помочь. Просто опенфраг юник, который позволяет им отыграть тысячу. Нет, не позволяет. Опять 4 тысячи преимущества команды Винстрайк. Готов дезолятор найти. Ну, теперь БКБ стремиться нужно к этому блокинг-бару. Просто вот на взлетную полосу и БКБ. С БКБ опять та самая игра, при которой сколько бы ни вели ребята из Винстрайк, Фантомка может сразу все перевернуть. Охраняет Агрессив Чайлда, пока он фармит нижнюю линию. Доформил себе Манту, кстати. Силы тиммейт используют сканирование. Гребил показан на топе ультимейт Фуруча. На ход за Вайпером. Интересно. Успел Вайпер страйки. Силы тиммейт поздний, кстати. С крутой на ход. Быстренько Вайперы забрать. Да, получается. Undying включил флэш голема. Получает Силенс. Том-стон поставить. Том-стон не ставит. Умирает. Два минуса. Я думал, немножко провалился здесь Рейбл. Интересный, конечно, телепорт. Перед носом у соперника ему за спину же и телепортировался. Но все получилось. Единственное, что Силенс опоздание, потому что Вайпер страйк был использован. Но подстроиться юники вообще не могли. Вообще не успели. Может быть, и не очень-то и хотели. Но их просто убили. Убили двоих. И это, конечно же, доступ к нашам сейчас команды. Страйк. Реально по макру пока играют ребята лучше. В этой карте. Это прям бутон. Более успешные выползки. 6к перевеса с Аегисом в инвентаре. Аегис не отдали Фантомке. Это прям большой-большой плюс. Ну и вот Аегис даже на Фурионе. Который приносит себе Манки Кинг Барр. Сейчас просто БКБ, МКБ. Я вижу Фантомку. В нее спорты. В нее Саленс. И просто избивать. Там уж попробуют Фантомку защитить. Фантомке прям кровь есть, не сказать, что БКБ фармить. БЗ с Рапчера атаковали. Дукалис идет вперед. Получает арену Копьев. Там Гиммер Хея. Пракетка. Кладрайт под хукшот. Саленс в Лину. Лина ничего не может сделать, как и БЗЗ. Фогас расправляется с Томмстоном. Ванскор еще пытался с Солрипом захилить. Было опасно. Минус 2. Опять на ровном месте. Простое инициирование от Хогаса. За счет Рапчера. И все получилось. Семька отставания. Сейчас начнут работать под Сир-2 вышком. Захватят Абампост. Захватят всю территорию. Очень тяжело Юникам будет отыгрывать. А еще эти Драпсы все равно не хочется. Потому что Айгис. Заезжают в Найнтином. Найнтин. Прочитает или не прочитает, что пара героев за ним вышла. Выходит. Оп. Спалили. Ракетка. И. Да. Шансы. Не прочитал Найнтин. Не догадался о том, что могут по его душу выехать. При этом успели Тир-2 пациент разобрать. Верхнюю башню силы тьмы атакуют. Дальше на Найнтинга. Агрессив Чайлд. Ну под Фуриону ты куда угодно вырываешься. Просто куда угодно. Телепорты пошли. Интересно. Спорты. Спектрл Даггер. Эйбол на БКБ нажимать надо на телепорт. А, на Егес потерял. Сейчас будет драка. Байбэк от Андайнга. Ох, какой хукшот. Двоих зажал Аплодрайт. Без шанса помочь. Ни Марсу, ни Вайперу здесь. Моментальный минус еще. Байбэк от Андайнга. Шикарная размена Егеса. Не знаю, все очень круто делают, господа извинства. Очень круто. Вот реально, что называется, идеальная реализация полученного преимущества. Сами же организовали пару хороших выпадов. Под эти выпады забрали Рошана. Под этого Рошана идут просто на пять соперников. При этом Фантомки так и не дают БКБ в интернете. 25 минута. Уже и Тир-3 настраиваются забрать. Тир-3 будет сложно. Но опять-таки пока 5 в 3 ситуация. Можно попробовать. Рейбл молодец. Смида 7-1-6, конечно. Классная игра. Что, забрать линию? Антибуктор включился. Ультимейт Фуриона прилетел. Отойти. Барак не добираем. Ну да, там 5 героев появляется, поэтому... Дружная пятерка и Юники, скорее всего, дали отбор. Не было смысла рисковать. Я Егеса уже не было. Просто отойти. 13к перевес. 28. Сейчас 25 минута. Можно еще и все баунтеры забрать, кстати. Да, и преимущество увеличится 13-14 тысяч. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Атопия. Барэбл. Он БКБ вовремя нажимает. 19 прыгает. Хаунт. 19. Как дела? Там true strike. Без шансов. Просто без шансов. Не, ну это вот уже Фурион, который просто намного больше имеет, чем Мартра. Вообще ничего не сделать. Томстоун ставится. Пытается драться. Creative Child. Климеркейп. Ставится арена. Маледик. Копье неточное. Спектрал Даггер. Безе умирает. Кукшот вылюжена. Сол Рипа пытается ванскор спасти. Он погибает. Живых остается. Только один Вайпер. Которого перехватывает уже Фурион под Саленсом. БКБ от Пикачу. Ну и даже разменяться в Рейбла не получится. У него есть сенс ринг. Как он будет жить. Походу ГГ. Похоже ГГ, друзья. К сожалению, здесь не видно, за счет чего Юники могут отбиться. И перевернуть игру. Фантомка не в том состоянии сейчас. Не в том вооружении, чтобы делать какие-то камбэки. Гритовать, убивать. Все еще нет Блэкинг Бара. 27-ая минута. Потерян центр. 20к отставание. Фантомку перефармивает уже не только Фурион на 8000, кстати. Но уже и Спектра, уже и Плотсикер погоняет. Да, Рейбл ужаский раз и просто. Просто ужаский раз. Все, успел купить. Может быть, сильно, знаете, смутило настрой команде Юника, именно отсутствие БЗЗ. Ну, ждали, нервничали, да. Все равно ситуация такая стрессовая. То есть, опять-таки, вспомнить, что хотели сделать, куда хотели пойти, как хотели кнопки нажать. Файт этот в центре, который провалился именно в ненужный момент, потому что БЗЗ отключился именно в момент инициирования Плотсикера. Много-много элементов, много мини-ситуаций, из-за которых Юники оказались в таком положении. Ну, и надо признать, что Винстрайки сегодня выглядят явно покруче, поярче. Вот мое общее впечатление после двух карт. Я уже озвучил вам на третий, да, что Винстрайки мне нравились больше по тому, как они двигались, что они делали. Во второй карте там, ну, Магдус Фантомка тут, извини. Нужно чуть больше опыта, чтобы такую стратегию перебить. Фантин, телепорт, рюжет телепорт, рюжет хороший станчик там. Ну, а первая, третья карта побегает. Вполне себе такие... заслуженные. Не, ну нельзя сказать, что там победа Юник в второй карте вполне заслужена. Более чем заслужена. Просто уже таких обузданных с кем нет, да? Вот что найдем. Давай, к тридцатой БКБшку бахтим. Не упускают, конечно, из своей базы соперника ребята из Винстрайка. Не бегают. Территорию такую вот отжали и все. Тот, кто вылезет, будет... Получит риск быть умертвленным. На выходе же из базы просто мгновенно будут убивать. Поэтому вот и бегают, Юник. Одну пачку крипов забрали, сразу отошли опять на базу. Еще ждем следующую пачку. Надеемся на ошибки соперника, надеемся на БКБ фантомки, на какие-то криты, которые будут вылетать нон-стоп. Рейбел в следующей драке хочет продемонстрировать свой сатаник. Большую БКБ-шку уже показывал оппоненту. Кирасу вроде бы тоже уже продемонстрировал. Теперь сатаник хочется показать. Агрессив чар тоже БКБ покажет. Длинная БКБ. В 10 секунд. Батсикер тоже БКБ в 10 секунд покажет. Ну, много чего есть показать в команде Винстрайк. Есть ли чем ответить Юникам? Только лишь БКБ на Найнтин. И снова вам. Поднимается, встречает. БКБ нажимает вовремя. Тут же Хаунд ставит стоп-стон. Отойти, пережить атаку от Хаунта. Как-нибудь тут зонит Найнтин. Найнтин БКБ нажал. Остается треть хп. Найнтин не дерется. Ее команда уже практически умерла. Ни одного удара Найнтин драки так и не сделал. Найнтин. Прыгнуть, куда-то уйти. Нет, нет, нет. Ну, тут невозможно. Просто невозможно. Хаунт, вот просто один Хаунт и все. Юники понимают, что одну спектру пережить урон просто невозможно. Хотя бы из зонка была лучше. Фогас еще отличную реакцию, кстати, проявил, да? На копье просто дал БКБ. Вайперы есть байбэк. Но 15 секунд до респауна. Байбэк это не будет, конечно же. Вот фантомки байбэка нет. Он купил АБКБ и без денег осталось. Терять три линии. Придется, видимо, без фантомки драться. Сатаник закупил рейбл. Сразу вернулся. Ну что? Юник. Ласт глиф, ласт чанс. Полетели 4 в 5 без фантомки. То даже отойдут. Винстраки с уважением, кстати. Не наглую в трон, да? Аккуратно по линиям пройтись. Последние два барака остается до мега-крипов. В позиции Юник фантомка появится. Но надо дать бой. БЗ прыгнул. Арену поставил. Там все БКБ нажимают. Юлся поднимает БЗЗ. В том, что он ставлен. Есть Бладрайт 19. Нажимает БКБ из-под Бладрайта. Пытается запкусить Ямича. Он пока принимает всю атаку. Он тут избивает БЗЗ. БЗЗ убили. Лагуна Блейд. Закончили с Вич Доктором. Байбек от Марса. Он погибает 19 и пишет ГГ. Да. Здесь в этой карте Юники не справились с оппонентом. Винстраки. Выбивают своего оппонента сейчас из соревнований, из турнира. И будут сражаться дальше. Эта победа дает им возможность зацепиться за групповую стадию. И сыграть решающий матч против проигравшего пары Гамбит и Сайбириум. Кстати. Но этот матч у нас будет даже не сегодня. Поэтому возможность команде Винстрайк отдохнуть и подготовиться к своему следующему сопернику обязательно будет. Что я хотел еще вам сказать? Опа. Работает. Вот. Друзья. Значится в группе С мы определились. Там Винстрайк побеждает. Команда Юник вылетает из турнира. Будет готовиться уже к следующим соответственно соревнованиям. С ними мы прощаемся. Говорим спасибо за игры. Смогли отжать только одну карту за эту групповую стадию. Немного. Но что есть. Так. Друзья. Мы перемещаемся сейчас через паузу на группу D. У нас там матч Бейт против Эмпайр. Вот. Посмотрим как будет Дэнди справляться с обновленным составом имперцев. Тоже в формате БО-3. Тоже на выбывание матч. Поэтому никуда не убегаем. Не расходимся. Буквально небольшой перерыв. Музыкально-рекламная пауза. И уже будем смотреть следующий матч. Не уходите. Тихо. Тихо.